Артёмовцам напоминают о необходимости оформить единую социальную карту «Уралочка». Она нужна тем, кто пользуется льготным проездом в междугородных автобусах и пригородных поездах по территории Свердловской области. Мы уже рассказывали о том, что эта мера социальной поддержки в скором времени начнёт предоставляться по-новому. Поэтому граждане, имеющие льготные категории, например, труженики тыла, ветераны труда, инвалиды, ветераны боевых действий, которые пользуются правом на бесплатный проезд на автобильном транспорте по территории Свердловской области, либо на льготный проезд на железнодорожном транспорте, в первую очередь необходимо оформить единую социальную карту «Уралочка». Изначально планировалось, что новый механизм предоставления льготы начнёт действовать с 1 января 2024 года. Но срок перехода перенесли на 1 июля, чтобы как можно больше людей смогли оформить карту и избежать проблем с покупкой билетов в транспорте. Как отмечают в Управлении социальной политики, артёмовцы достаточно активно оформляют «Уралочку». И всё же есть те, кто о ней даже не слышал. Единая социальная карта выпускается в соответствии с указом губернатора Свердловской области. Ещё в 2018 году указ этот вышел о том, что осуществляется выпуск этой единой социальной карты для того, чтобы в дальнейшем в мере социальной поддержки осуществлялись все региональные выплаты с использованием единой социальной карты «Уралочка». В дальнейшем планируется, что к этой единой социальной карте будут ещё и другие приложения присоединяться, помимо транспортного, который планируется в 2024 году. То есть круг возможностей этой единой социальной карты в дальнейшем будет расширяться. Для предоставления бесплатного проезда на междугородном транспорте детям-инвалидам в возрасте до 14 лет родители могут оформить нефинансовую карту «Уралочка» на Северном автовокзале в Екатеринбурге. Ну а всем остальным оформить карту можно в большинстве городских отделений крупных банков.